Под заголовок пятый. Состояние Эр-Цесраэль перед Версальской конференцией. Но нравственная сила законных еврейских притязаний на Эр-Цесраэль была бы ослаблена, если бы арабы сумели доказать, что они с такой же настойчивостью заявляли свои права на эту землю в течение минувших столетий. Сегодня арабы утверждают, что когда участники Версальской конференции признали историческое право еврейского народа на Эр-Цесраэль, они игнорировали существование иной нации, которая возникла и формировалась в Палестине за долгие века еврейского изгнания, а именно палестинского народа. Утверждается также, что в течение веков палестинцы установили собственные эмоциональные и культурные связи со страной своего проживания, не менее прочные, чем связи евреев с Эр-Цесраэль. Таким образом, собравшиеся в Версале лидеры мировых держав ошиблись, полагая, что они передают землю без народа народу без земли. Ллойд Джордж, Лорд Бальфур, Вудро Вильсон и многие другие деятели эпохи Версаля были широко образованными, умными и дальновидными людьми. Неужели они в самом деле были настолько ослеплены библейскими пророчествами и гуманистическими идеалами, что это заставило их закрыть глаза на объективные демографические условия, сложившиеся в Эр-Цесраэль к моменту проведения Версальской конференции? Конечно же нет. Эти люди принимали свои решения с учетом общеизвестной и документально подтвержденной ситуации в Палестине. Они опирались на очевидные факты, которые с тех пор позабылись и международным сообществом, и как это не прискорбно многими израильтянами. Основной довод арабов сегодня сводится к тому, что евреи отобрали Палестину у арабского народа, который жил там веками и является законным хозяином своей страны. В 1974 году Ясер Арафат заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Еврейское вторжение началось в 1881 году. К этому времени Палестина была цветущей страной, где проживали в основном арабы, занятые созидательным трудом и развивавшие свою самобытную культуру. Итак, Арафат и арабы считают началом сионистского вторжения 1881 год, когда в Эр-Цесраэль прибыла первая организованная группа еврейских репатриантов – начало первой Алии. Здесь уместно заметить, что к этому времени евреи уже в течение 60 лет составляли большинство населения Иерусалима. Но рассмотрим состоятельность представленного Арафатом довода в более широком контексте. Арабская пропаганда хорошо потрудилась, и сейчас представление о том, что сионисты украли Палестину у извечных ее обитателей, глубоко укоренилось в западном сознании и в некоторых израильских кругах. Это убеждение теперь непросто искоренить, хотя оно абсолютно не соответствует историческим фактам. Нарисованная Арафатом картина процветающей и многолюдной Палестины в канун возвращения туда евреев находится в явном противоречии с многочисленными свидетельствами, которые были оставлены европейскими и американскими путешественниками, посетившими Эр-Цесраэль в XVIII и XIX столетиях. В новое время, когда на Западе возрос интерес к научному изучению библейского периода, в Эр-Цесраэль устремились археологи, писатели, географы, дипломаты и военные. Многие из них вели подробные записи, излагая собственные впечатления от увиденного в книгах, путевых дневниках и журнальных публикациях. Все они оставили описание демографического и природного состояния страны, и их свидетельства полностью опровергают измышления арабской пропаганды. В 1697 году Генри Маундрелл писал, что Назарет – это ничтожная деревушка, что Шхем состоит из двух улиц, и что Ерехон стал грязным поселком, а крепость Акка представляет собой обширные и пустынные развалины. В 1738 году английский археолог Томас Шоу писал о бесплодной и обезлюдившей земле. В 1785 году Константин Франсуа Вольпе оставил следующее описание Эр-Цесраэль. Мы с большим трудом узнали Иерусалим. Население в нем, полагаю, не больше 12-14 тысяч. Второе место, заслуживающее упоминания – это Бейт-Лехем или Вифлеем. Как и во всех других местах, обработка земли оставляет желать лучшего. В поселении насчитывается около 600 мужчин, способных носить оружие. Третье и последнее место, о котором нужно сказать – это Хабрун или Хеврон, самая крупная деревня во всей этой местности. Она способна выставить около 800 или 900 вооруженных мужчин. Однако в 1843 году Александр Кейт отметил, что во времена Вольпе страна еще не достигла нынешнего уровня разорения и безлюдности, соответствующего предсказанному в пророчествах. В 1816 году Джей Эс Бекингем описывает Яфа как бедную деревеньку, а Рамлу – как место, где, подобно всему, что мы видели в Палестине, лежащая в руинах, часть кажется более обширной, нежели обитаемая. В 1835 году французский поэт Альфонс де ла Мартин так обрисовал свои впечатления. «За воротами Иерусалима мы не видели живых существ, не слышали человеческих голосов. Мы нашли ту же самую пустоту, то же безмолвие, что и в засыпанных пеплом Помпеях и Геркулануме. Полное вечное безмолвие царит в городе, на дорогах, во всей стране. Могила целого народа». А 20 лет спустя, в 1857 году, британский консул в Палестине Джеймс Финн сообщает в Англию. «Страна в значительной степени обезлюдила, и, следовательно, чрезвычайно нуждается в притоке населения». Возможно, самым знаменитым гостем Святой Земли был американский писатель Марк Твен, посетивший Эрцисраэль в 1867 году. Отчет об этом путешествии можно найти в его книге «Простаки за границей». «Никаких волнующих событий!» «В этой долине, Израэль, невозможно встретить даже захудалую деревушку на протяжении 30 миль в любом направлении. Имеются только 2-3 бедуинских кочевья, но ни одного постоянного поселения. Можно проехать десятки миль, так и не увидев живого человека». Любителям мрачного уединения Марк Твен рекомендовал посетить Галилею. «Эти безлюдные пустыни, эти рыжие бесплодные долины, ничто, ничто не нарушает покой сверкающих суровых холмов. Печальные руины Капернаума, оцепеневшая деревенька Тверия, дремлющая под сенью своих шести траурных пальм. Заброшенность и запустение здесь настолько велики, что никакому воображению нельзя представить, чтобы здесь могла кипеть жизнь». «Мы достигли горы Тавор в полном здравии. За всю дорогу так и не встретили ни одного живого существа». Конец цитаты. В бесплодных, по его собственному определению, горах Иудеи Марк Твен нашел все то же самое. Проклятый богом Иерихон поражает своим запустением, в котором оставил его Иисус на вин более трех тысячелетий назад. «В Вифлееме, священном месте, где по ночам пастухи истерегли стада, а ангелы пели «Мир на земле и в человецах благоволение», теперь нет ни одного живого существа». А вот запись об Иерусалиме. «Чем дальше мы продвигались, тем чаще встречали голые скалы. Ландшафт стал отталкивающим и пугающим. Даже если бы здесь веками селились одни только каменотесы, им не удалось бы набросать столько камней. Едва-едва попадается дерево или куст. Даже оливы и кактусы, эти последние друзья бесплодной земли, почти покинули страну. Сам великий Иерусалим, чье имя высечено в веках, потерял свое древнее великолепие и стал нищей деревушкой». Конец цитаты. «Вся же страна в целом произвела на него самое гнетущее впечатление. Палестина словно в рубище и с головой посыпанной пеплом. Над ней тяготеет проклятие, опустошившее ее поля и лишившее ее воли к жизни. Палестина покинута и несчастна. Унылая, безнадежная страна. Страна с разбитым сердцем. Конец цитаты. 14 лет спустя сходный отзыв дал в своем докладе известный английский картограф Артур Пенхрин Стэнли. «Едва ли будет преувеличением сказать, что в Иудее на протяжении многих миль нет никакой жизни, никакого человеческого присутствия». Стэнли написал эти слова в 1881 году. Именно этот год Арафат назвал началом сионистского вторжения и вытеснения коренного населения из цветущей плодородной страны. Не так уж важно, что Арафата в очередной раз поймали на лжи. Важно то, что эта бесконечно повторяемая, тщательно сфабрикованная ложь подменила истину, которая была известна каждому цивилизованному человеку в конце 19-го столетия. Эрецисраэль действительно пребывала в запустении и безлюдности. Она вполне могла дать приют миллионам евреев, которые жили в невыносимых условиях в европейских гетто, подвергаясь там постоянной опасности и мечтая вернуться на родную землю, дабы возродить ее к жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok